Добрый день, братья и сестры! 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 Кроме того, мы не знаем, что или тот человек, который до этого пек мацу, может быть, он не был достаточно осторожным со всеми вышеупомянутыми строгостями, которые относятся именно к тому человеку, который занимается выпечкой, закладывает мацу в печь. Ну, опять же, надеюсь, как говорится, кто на что учился, и вы на этой станции стоять не будете. Двенадцатый парага, это очень тяжелая работа сразу, хочу еще раз напомнить, выпечка мацу и все процессы связаны с этим, это очень тяжелый физический труд, но при этом большая митра. Двенадцатый парага. Тот, который закладывает мацу в печь, именно пекарь сам по себе, он должен следить очень внимательно, чтобы маца не сложилась где-то вдвое, да, то есть не сложилась, и также, чтобы маца не соприкасалась друг с другом. Что очевидно, почему это делается, потому что в тот момент, что там есть какой-то залом, сейчас мы поговорим о деталях, потому что это как раз к нам, да, имеет практическое отношение, потому что когда вы покупаете мацу, такое бывает, что есть какие-то, ну, как-то сказать, замялась маца, где-то она сложилась, что-то случилось и так далее. У этого все бывает, сейчас объясню, как, что с этим рассматривать, что кошено, что нет. А на практике это абсолютно очевидно, что когда маца, если она склеилась друг с другом, то появляется более толстый промежуток теста, который не выпекается так же, как все остальное, если она сложилась точно так же, свернулась, замялась и так далее. Так как, как только что сказал, эти места, которые складываются или заминаются, то они становятся толще и не выпекаются достаточно быстро и становятся хамец, да, потому что если вся маца выпеклась, а здесь нет, то, значит, там осталось тесто, которое выпеклось, и оно, естественно, захамецовалось, потому что 18 минут прошло. Но если такое случилось, если замялась маца, сложилась, или там склеилась, или вздулась какая-то маца, да, вот проявляя, помните, я говорил про эти air pockets, да, которые вздуваются. Нужно это место разломить, затем нужно смотреть в печи, что такое случилось, если она, это еще до печи, сори, если когда вы закладываете, видите, что какое-то место оно взбухло, да, там воздух попал туда, или сложилось, оно более толстое, это место нужно отломать. Алтаребе считает, что отломать, плюс то, что это окружает толщину пальца, тоже по диаметру, по периметру вокруг того места, где сложилось. То же самое касается, если в печи оно находится, видите, что вздулось, это нужно сразу разломить, там стукнуть по этому, чтобы оно пропеклось, и место, где сложилось маца. Бу хамец, и этот кусок, конкретный кусок, это хамец, очевидно, потому что эти 18 минут уже прошли, оно не пропеклось, потому что оно толще, как остальное маца, и, соответственно, становится хамец. И остальная часть мацы, то, что осталось, она разрешается, она разрешается, но, по мнению Алтаребе, если вздулось маца во время выпечки, то тогда вся маца запрещена. Что значит вздулось маца? Мы сейчас об этом еще пару деталей поговорим. Мы на прошлом уроке с вами говорили о том, что тесто, которое не проколото, нет там airflow, не проходит воздух, а оно достаточно толстое, так делают питы. Как делать питы? Это не специальный там склей. Мне кто-то когда-то рассказывал, что питу нужно складывать, там склеивать две части. Нет, она из-за того, что она заквашивается и от большой температуры, то тот заквас, который воздух внутри остается, он расширяется, и, соответственно, питы просто надуваются. Если такое происходит в маце, это четкий критерий того, что это стало хамец. Это значит, что там есть внутри вот это вот окисление, и поэтому такая маца, говорит Алтаребе, она вообще не кошерная. Значит, что-то там неправильно раскатали, или какие-то комочки с мукой остались, неважно. Такая маца уже не кошерная. Но если, когда уже маца в печи, и она уже начинает выпекаться, даже если она еще сырая, но они соприкасаются друг с другом, да, просто прикасаются, то это разрешено по Алтаребе, если они не только прикасаются, а еще оврлапинг накладываются одна на другую, то тогда запрещено. Очевидно, принцип тот же самый, что она просто становится толще и не пропекается, как вся остальная часть. Мацы, соответственно, и все остальное становится не кошерной. Что значит вздулась маца? Это значит, что если расслоилась маца или даже просто надулась, значит, не проходит там воздух, должно быть размером с один палец. Вот так вот, вот такого размера нет, у всех есть звук, извините, все нормально. Меня на Инстаграме спрашивают. Да, вот такого размера должно вздулась, и площадь этого места, где вздулась, уже это делает мацу не кошерной по алтаре. Тринадцатый параграф. Нужно четко знать время, за которое выпекается маца. Поэтому вначале, когда запускают производство, то дают выпить, проверяют, сколько времени занимает. Потому что если, что значит не выпечена маца до того, как достали ее из печи, если, когда вы ее достаете, и вы ее разрываете или разламываете, тесто еще тянется. Да, здесь говорится, что когда разломаете, то тесто тянется, как веревочка. Да, то есть еще есть тесто, не прописывая тесто маца. Если она в такой консистенции, и это значит, что еще не до конца пропеклось тесто, и когда достается из печи, тем более, что это тепло в этом помещении, близко к печи, то тогда она быстро-быстро становится хамец. Аль-Таребе считает, что если достали, и маца находится в таком состоянии, такой консистенции, все, забыли, это уже запрещено. И тот, как он называется, та палка, на которой, да, тот шест, вот, на которой, помните, я на прошлом уроке рассказал, что это длинный шест, на который вешается маца, так засовывается, вот так вот раскладывается, и она становится плоской. Да, но если достали такую мацу на этом шесте, и она достали из печи, она, соответственно, еще не пропеклась, она мягкая, и так далее, или это даже не шест, а это совок уже, вы считаете, что остальная маца пропеклась, ее достается таким специальным совком, и там вы увидите, что эта маца еще не пропеклась, то совок тоже становится некошерным. Но если вы не можете определить, или маца пропеклась, то есть вы не можете, она горячая, я не знаю, по какой причине, вы не можете, или не можете определить, разломили, не видите, еще тянется тесто, не тянется тесто. В таком случае, если вы не уверены, лучше у стражи, но если вы достали мацу, и она уже, здесь говорится, зарумянина, запеклась, то есть уже ручная маца, она такая почерневшая уже, если она даже немного почернела, это значит, что скорее всего пропеклась, даже если вы можете определить, и такая маца разрешена, и можно облегчать. Продолжим дальше, четырнадцатый параграф. Достойно каждого богобоязненного человека, чтобы он сам стоял и следил за тем, как выпекают мацу, чтобы не торопились и следили четко за всем процессом, и что все происходит правильно, и так далее. Так делали предыдущие поколения, в данном случае имеется в виду комментаторы Талмуда, поколения Раши и до Шухоноруха, то есть с XI по XVI век, они все стояли или сами пекли, или сами следили за тем, и так же стоит делать им наше время. К сожалению, сегодня, чтобы самому спить свою мацу, это слишком дорого стоит, чтобы снять пекарню и так далее, и большинство людей сегодня это не делают, только особые там рабы им, они все равно за этим следят. А так просто пойти в бейкере, да, это неплохой экспириенс, но я честно говорю, с практической точки зрения, я всегда предпочитаю доверять профессионалам. Купите мацу с хорошим экшером, которому вы доверяете, есть люди, которые не просто хорошие экшеры, а именно специфик какая-то там бейкере, в которой мацу пекарню, в которой покупают. Нет, я не говорю сейчас про мацу пекарню на Пересопе или в Каменце-Подольском, нет, это мацу пекарню в Бурапарке, в Крунайце, я не знаю, в Лейквуде, или если вы в Израиле, в Иерусалиме, в Нейбраке, и просто смотрите, чтобы это была компания, которая достойна доверия, но если у вас есть желание это сделать самостоятельно, это тоже доступно. 15-й параграф. Маца. Не вопрос о кульсовых качествах, а вопрос о строгости ее приготовления. Меня всегда умиляет, у нас некоторые прихожане, которые перед каждым бейсахом мне звонят и говорят, ну, Рэбби, какая в этом году маца самая вкусная? Знаю мое отношение к маце, те, которые давно уходят к нашей синагоге и меня всегда умиляют эти вопросы. Требование к маце не в том, чтобы она была вкусная, сочная, сладенькая, я не знаю, что вы там предпочитаете, может быть, для вас действительно, если вы глютен не употребляете в течение целого года, то это маца, которую вы обязаны поесть, она для вас просто деликатес, которого вы ждете весь год. Не я, честно, не мое. Это у вас другой вопрос. Но главный критерий маца – это не ее вкусовые, качества, консистенция или насколько она там кранче или так далее. И поэтому эта маца обязательно должна выпекаться для выполнения заповеди, кушать мацу, и ее имеет право выпекать только человек, обладающий, да, разумом, да, то есть разумный человек, мальчик как минимум 13 лет и старше, девочка как минимум 12 лет и старше, да, женщины раньше, разумеется. И все, что выполняется, все этапы, которые мы с вами проучили, выполняются, должны говориться, произноситься вслух. Делаем это для выполнения заповеди маца, кушать мацу с момента даже, что собирают воду. И хочу еще раз подчеркнуть, несмотря на то, что сегодня поставлено массовое производство, то та маца, которую вы покупаете в магазине, если это ручная маца, которую можно, ну, из уважаемой маца-пекарни, а продается в магазинах, те, кто уже вкладывается в эту ручную мацу, то они уже следят за всеми деталями, то вся такая маца, она кошерна для пасхального сейдера. Как на ее производстве все время говорят о том, что там все это делается на Илашем Митсва, я был в некоторых гимнац-пекарни, гарантирую. Но это только, когда мы тут заканчиваем главу, только вкратце. Рафганцу добавляет такое лирическое отступление, что все, что мы сказали только вкратце, законы мацы. И все, что, все, 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 законы, которые были написаны по поводу выпечки мацы, это все касается только той мацы, которую пекут до начала Пейсаха. Если вы помните, мы говорили, что теоретически мы обязаны выпечь до Пейсаха только ту мацу, которую мы используем на сейдер. В принципе, теоретически можно и печь мацу после начала Пейсаха, то есть, естественно, в холе-мойт. Но в экстренных ситуациях, когда необходимо выпечь на Пейсах, то тоже мацу, в этом есть гораздо больше устражений дополнительных по отношению, по сравнению с тем, что мы уже с вами обсудили. И есть такие особо строгие к этому вопросу люди, которые стараются выпекать мацу для сейдера только в канун Пейсаха во второй половине дня. Я не возьму на себя такую смелость, но вот честно, если есть очень занятое время, так это вторая половина дня перед Пейсахом, тем более, когда ты проводишь общественный пасхальный сейдер, на котором всех будем рады видеть. Только регистрируйтесь, пожалуйста, заранее, нам это очень облегчит работу с Рэббитсен. Но есть такие рисковые товарищи, которые идут печь мацу прямо во второй половине дня в канун Пейсаха. Не мы. Как говорится, если не мы, то не мы, не моё. Поэтому купите просто кошерную мацу, закупайтесь. Очень рекомендую закупаться заранее, потому что маце становится всё меньше и меньше. А, как вы знаете, сегодня по перевозкам и деливерам всё сложнее, так что потом просто купите кота, который останется подороже. Так что закупайтесь заранее. На этом мы сегодня остановимся. Мы молодцы. Мы закончили 110-ю главу. На следующем уроке с большей помощью завтра, 111-я глава, законы проверки хамеца и отмены хамеца, что для нас, конечно же, уже очень-очень практично. Всем спасибо, кто был с нами на Инстаграме. Если у вас вопросы, ставьте комментарии к этому видео. Всем пока. Спасибо всем, кто был с нами на Фейсбуке. Те же самые пожелания, если вопросы, ставьте комментарии к этому видео. А если вы ещё на нашем колхозном зуме и у вас вдруг остались вопросы, попробуйте их задать сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!